Так же выполняется не всегда. Весьма неожиданными оказались результаты ультраструктурных исследований, так называемых хелиофлагелат. Эти организмы четко подразделились на две явно неродственные друг другу группы. В одну из них вошли представители таких родов, как диморфа и тетродиморфа. Эти организмы обладают весьма характерным и во многом уникальным набором ультраструктурных признаков. А вот тонкое строение представителей других родов, бывших хелиофлагелат, цилиофрус, актиномонос, птеридомонос, оказалось чрезвычайно сходным с таковым своеобразных фото- и миксотрофных протистов, представителей родов пединелла, псевдопединелла и других. На основании этого сходства Циммерман с авторами 1984 год объединили их в один порядок, которым и они в соответствии с правилами ботанической номенклатуры дали название пединеллолиц, а мы в рамках этого зоологического издания будем рассматривать его как отряд пединеллида. Так в состав солнечников вошли уже не сферически симметричные, а радиально симметричные протисты, включая автотрофные формы. Это вновь расширило термин «солнечники» и сделало еще более сложной задачу общей характеристики этой гетерогенной группы. Тем не менее гетеротрофные пединеллиды, в особенности представителя рода цилиофрис, явно отвечают понятию «солнечник», а ультраструктурное сходство заставляет рассматривать вместе с ними и их ближайших автотрофных родственников. Продолжение следует...